ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Похоронить его уже надо. Они показывают людям. Похоронить, а с ним похоронить всю эту беду, которую принес Россию. Денис, скажите, первое, все-таки документальный или игровой? Ну, я думаю, что это эксперимент. Во-первых, эксперимент – это попытка такого микса между документальным и игровым. Но, конечно, в первую очередь документальный, потому что герои – настоящая история, их настоящие. В общем, это все настоящие, все существовали, они так существовали. Единственное, что там привнесены и организованы – это памятники, ну и пространство. То есть те, грубо говоря, предполагаемые обстоятельства, в которых они находятся, они организованы. Но, опять же, в сценарии это было и организованы они, исходя из их личных историй. Донбасс – то место, где все происходит. Очередная изъявящая рана на теле погибшей империи. Почему вы решили взяться именно за эту тему и именно сейчас? Ну, вот, мне кажется, что нужно говорить. То есть у меня изначально, я просто сам человек больше либеральных взглядов. Ну, понятно, да, какое отношение. Но я старался, и вообще все съемочные группы, мы старались подойти так с чистого листа, абсолютно непредвзято. Вот, и, ну вот, мой личный мотив, я не знаю, просто я… У меня отец очень патриотических взглядов. И, честно говоря, во многом я поехал из-за того, что мы с ним так поругались, практически что несколько месяцев не разговаривали. И плюс еще мой друг детства, он уехал туда, он повоевал в нескольких горячих точках и как-то оказался невостребованным в жизни в Москве. Он сдался в московскую квартиру и уехал туда жить. Но он уехал не воевать больше, а просто жить рядом с войной. И ему там хорошо. Вот, и изначально вот я поехал пытаться разобраться вот к этому другу, и, в общем, как-то и потом из этого сложился фильм. Ну, как вы нашли с тобой героя? Ну, героя нашел довольно случайно, но, честно говоря, я искал героя, потому что хотелось найти такого человека, который бы максимально отстранен, но через который можно было рассказать, не занимая одну сторону или другую сторону. Это мне казалось очень важным. И героя нашел случайно, потому что его выпустили, обменяли на ребят из ВСУ. Вот, и он только что, вот он был там месяц в украинском плену. И, собственно говоря, вот мы с ним через несколько дней после этого там познакомились. Вот, и он сказал, что он уезжает в Англию. Вот, и мы как-то общались в социальных сетях. И потом, спустя еще несколько месяцев, он написал, что он не может жить больше в каком-то капиталистическом мире, ему тяжело здесь. И как-то, вот, и, в общем, хотел бы вернуться жить в Донбассе и вообще пожить там подольше, а можно вообще остаться. Вот, и поэтому он стал героем фильма. Не совсем понятна позиция его конкретно. Он человек определенный левых взглядов. Вот, и, естественно, он вырос в части бывшего соцлагеря в Чехословакии и вообще получил военное образование. Он же военный. В общем, после, он не принял вот этот капиталистический мир. И после распада вот этого соцлагеря он, в общем, стал таким бродягой. И вот из того, что я знаю, что Мира, там, несколько лет вообще скитался по Европе. Вот, как раз из тех людей, которые там спят в спальных мешках, на улице живут и так далее. То есть, он вот это вот прошел тоже. Он потерял дом, семью. В общем, все, что у него было и связано, он все это потерял. И, по-моему, последнего года он работал в Англии грузчиком, разнорабочим. Вот, и когда началась эта война, он туда поехал, выбрал сторону конфликта себе. И на самом деле, Словакии воюют, и я там встречал и других Словаков, которые воюют за сепаратистов. И много Словаков воюют за другой страны. Вообще, там очень много собирается людей из бывших стран Суслагеря, которые воюют за одну или за другую сторону. Вот, но в которых существует потребность этого конфликта. Вы вводите в сюжет очень интересный эпизод. Мира занимается тем, что восстанавливает памятники советской эпохи. Это действительно там такая востребованная практика? И она связана, может быть, с желанием действительно воссоздать даже материю прошлого? В общем, да, так и есть. Изначально это был, сценарий писался по их мечтам и чаяниям. Вот, Мира говорил об этом, что он бы с удовольствием занялся восстановлением. И всем это было, вот из героев, это было в радости вообще такая идея. Вот, и мы, конечно, это использовали. То есть мы организовали эти памятники. Они даже не про все знали. Вот, то есть мы нашли где-то брошенными, там поставили. Это был элемент такой организации. И, ну, мне казалось в начале съемок, это опять же такой документальный подход, что это очень важно, вот, и что это имеет какое-то большое значение. Но в процессе стало понятно, что на самом деле это не так. Это, в общем, мертвые символы, они не работают. Но даже тот памятник, который они разбивают в финале Ленина, это фактически происходит в центре города, мимо ходят люди. Там же нет какой-то большой съемочной техники, света еще, то есть там камеру не видно, да. За какой-то человек залез на Стеллу, сбросил Ленина и ушел. И всем все равно, абсолютно. Это не вызывает никаких вообще никаких реакций. Как у него сложились отношения с людьми, которые тоже играли в фильме? Ну, Мирыч, это такой человек, которому нужен враг. Вот, у него есть огромная потребность врага. И это, наверное, ну, тоже что-то из такого менталитета нашего общего. И каждой, честно говоря, съемочной группы, маленькой, три человека у нас бы, вот, побывал его врагом. И герои, кто у нас снимались, тоже побывали его врагом. И, в общем, потребность в конфликте и во враге, это, в общем, для него очень важная вещь, он без этого не может жить, мне кажется, гармонично. То есть он вообще как бы ортопедирует, да, всю его жизнь? Да. Потому что у него там есть фраза про то, что война очищает, то есть ты какой-то такой... Он искренне подумает. Да. Ну, мы же не писали никаких диалогов, каких-то слов. Он действительно считает, что война очищает, что... Ну, это такая... Очень фашистская диалог. Ну, это война от гигиены мира, маринейция, как известно. А скажите, вы как-то с ним продерживаете отношения, следите за его судьбой? Сейчас редко. Он такой человек конфликтный. Я до сих пор, наверное, оставлю... Мы общались несколько месяцев назад, сейчас не общаемся. То есть мне кажется, сейчас он на меня за что-то еще обижен. Мне сложно сказать за что, вот, но такой человек просто. А прокатная судьба фильма какая? Ну, я надеюсь, что прокат будет, но, честно говоря, и мне кажется, что важно фильм показывать и говорить на такие сложные темы. Вот. Ну, не знаю, вот как продюсеры решатся прокатывать. Я надеюсь, что он будет. В российском медиапространстве есть определенная позиция по отношению к конфликту в Украине. Насколько все-таки наэлектролизована там атмосфера? В Донбассе? Да. Ну, честно говоря, я туда... Я довольно долго же снимал, два года, и мне кажется, что... Ну, вообще, эти поездки шли и съемки. Мне кажется, что изначально была очень сильна пророссийская позиция, и люди действительно были настроены как-то очень однозначно. Вот. То со временем это изменилось, потому что... Во многом обижены, что не получилось так, как с Крымом, потому что, по сути, они оказались брошенными. Они же и России толком ничем не помогают, и Украина тоже уже... Все, уже кровь пролит, и невозможно вернуться обратно. И поэтому, в общем, сложно... Из того, что я просто общался, мне кажется, что если бы сейчас там прошли выборы честные, то, ну, не знаю, не боюсь сказать, ну, половина бы проголосовала за Украину точно. Там нет такой однозначной монолитности русского мира, вот это вот мы все сплотим, все совершенно, этого нет. У бойцов, кто воюет, да. А так вот люди, которые там остались, которые не разбежались, там все очень неоднозначно. Мне кажется, это не может долго существовать. Такое пространство, это... Такой лимб своеобразный, да? Да. Диополитический. То есть, ну, оттуда все уезжают. Там же, ну, кабинет и молодежь старается уезжать. В общем, там, конечно, сложно. И лучше всего там живут пенсионеры, потому что они получают пенсию. А лучше всего живут те пенсионеры, которые получают и российскую, и украинскую пенсию. Вы, может быть, видели фильм «Донбасс» Сергея Лазницы. У вас стояла задача тоже представить какой-то особый образ Донбасса и вообще конфликт? Ну, мы, честно говоря, хотели показать русский мир, так как русский мир выглядит сейчас. Потому что, на самом деле, вся Россия уже очень трепетно относится к тому, что происходит в Донбассе, но никто, на самом деле, не видит, что там вообще в реальности есть и как это происходит. Поэтому мы хотели этот русский мир показать вместе с этими персонажами, и людьми, настроениями, там, пустотой, не знаю, там, совершенно такой невероятный. То есть такая задача была – рассказать о русском мире, о том, как это выглядит. В вашей предыдущей работе, картине «Чужая работа» вообще показана такая высокая степень интимности и связи режиссера, на того, кто наблюдает, да, и непосредственно самого героя. Более того, иногда тоже очень сложно понять, не игровой ли это фильм, потому что и сам парень артистичный, и вообще все, что с ним происходит, как-то несколько невероятно и не укладывается в наше понимание того, как живут гастарбайтеры в России. Вы слишком вообще привязываетесь к героям, к своим? Да, я очень героев люблю, честно. То есть невозможно их не любить, но в данном случае с мира это было тяжелее. А так, конечно, героев как-то привязываюсь и потом поддерживаю отношения с Фарухом, которым мы с гастарбайтерами до сих пор дружим и общаемся. Но у него очень интересная судьба, его депортировали, но он вернулся и поступил в театральный институт в Москве. В общем, сейчас он вообще потрясающая ситуация, он находится вне закона и должен денег, 700 тысяч за ту аварию, которая была фильмом. И его ловят, привозят на границу, потому что он без документов хотел учиться. Привозят на границу для того, чтобы депортировать, а он говорит, что нет, мы его не учим, потому что он должен денег. И отправляют обратно в Москву. А, вот так. Какие у вас следующие планы, если можете их раскрыть? Над чем вы работаете? Ну, честно говоря, несколько проектов. И я хотел попробовать и игровое, и документальное тоже. Я не знаю, насколько это получится, но мне очень хочется делать все-таки док. Ну, мне просто лично интересно, потому что это же... Ты как-то погружаешься в это пространство, в людей, что-то вообще для себя понимаешь, изучаешь эту жизнь, потому что невозможно же так понять. А тут ты проживаешь какой-то кусок жизни, который, оказывается, намного полноценнее, чем твоя собственная. Вот, и это очень классно. Сейчас это, да, своего рода терапия, да, в скоте мира. Ну, спасибо за разговор большой. Спасибо вам.